И снова здравствуйте, дорогие наши ученики! С вами Аликалов Будвин, который рассказывает все секреты мануальной коррекции позвоночника, ног и суставов, и связок. В данном случае мы работаем с ногами спереди, когда человек лежит спиной на столе. Значит, проверяем ему поясницу и заднюю растяжку всех мышц. Плохая сегодня. Сегодня плохая, да? Если у человека грыжа, он, в принципе, выше этого состояния, он не сможет поднять ногу, тем более самостоятельно. Натягивая стопу на себя, упираясь ему в колено, чтобы он не выпрямлял его. А предположим, ногу придерживаем рукой. И такое давление в него осуществляем. Прямой ногой? Да, прямой ногой. В получается крестцово-подвздошное сочинение. Вот немножко расшатываем. Подбиваем коленку. Кладем на него. Стопунт загибаем тоже на него. Тут упираемся в чашечку. И расшатываем чашечку. Маскирую ее таким достаточно сильным способом. Далее расшатываем коленку. Коленное сочинение. В разные стороны, под разными углами, с вращением. На себя, на него. Растягиваем коленку в противоположную сторону. Тут желательно, чтобы голень была предметикулярна оси позвоночника. Может быть, это такой захват, чтобы он ногу не поднимал свою руку. Наша рука является рычагом, а корпусом мы, за счет мышц, доворачиваем до финала. Ну, поза полу лотоса получается. Вот из йоги там лотоса, они. Ну, когда тут их параллельно друг на друга. Как швид. Да, кстати, да, грушевидная мышца тянется до-го-да. Вот. Теперь в противоположную сторону растягиваем. Тут больше вот эти вот передние. Малая, малая ягодичная мышца. Вместо крепления квадрицепса. Вот зажали его пальцем и вытягиваем в противоположную сторону. Можно тоже. Кожа коленка. Кожа тянется, да. Можно также услышать хруст в этом суставе. Ну, еще раз можно. Входящики. Вот это самое жесткое мышце, вот там, сверху. То есть, поддожный гребень, да, убираем? Да. Под гребень чуть не жду. Под гребень. Да. И вот на семянной царьком. Ага. Все, все. Противоположная. Да. Теперь растянули передние паховые мышцы. Ну, и там все какие с ними. Могу просто заднюю придерживаю, да. Перед, насколько позволяет. Не через силу, естественно, но, насколько позволяет. Ну, а для тебя, считаю, это пассивная гимнастика. Это их мышц, суставов. И в противоположную сторону. Только не в коленку дают, да, а выше. В коленку не повредить. Разворачиваем. Насколько позволяет. Ну, у здорового человека должна нога ложиться параллельно этой ноге, вот прямо на столб. Как в эту сторону, так и в эту, в принципе, почти должна ложиться. Разминали. Сюда, сюда. Бедро, видите, выворачивается здесь, в эту сторону, а здесь в противоположную. Теперь натягиваем ногу к противоположным ребрам по диагонали. В ребре, прямо туда. Тут тоже стягивается грушевидная мышца. И вот все ягодичные мышцы, их нужно от вертила бедренной кости проработать, дополнительно размять, простучать. То есть, вот на вертиле прям, он объемно выступает. И все дальше на кости. Вот между ними вот эти вот мышцы. Разминаем, пробили их, простучали. Локусы можно дополнительно растереть. Вот, подготавливаем, таким образом, к мобилизации бедренного сочинения. Сейчас мы это будем делать. Ну, сначала с коленом начнем. Значит, внутренний мениск, недеально, да, он находится как раз вот на, ну, между верцовой косточкой и вот этой, чтобы его поймать, да, вот, посмотрите, где они сочиняются. Вот, попали. Задали, прижали пальцем туда внутрь, да, и таким раскачиваемым движением в него, чик, вставляем. Теперь латеральный мениск с этой стороны. В обратную сторону то же самое, чик, вставляем. Расшатываем дополнительно крестово-подвздошное сочинение, между ними вставляя пальчики, вот так вот, гармошку такой вот, делаем, да, в стол упираемся. Сейчас покажу, то есть это я вот упираюсь вот так вот. Вот прям вот так вот, вот сюда. Растягиваем, да, всташки? Да, дополнительно растягиваем. Пальцами или фалангой? Прямо пальцами. Как получится, если пальцы болят, тогда постараюсь вот такими фалангами. Вот так вот, да, и в него, ага, так, растираем, растягиваем, и вниз. Да, а моим пальцем, честно говоря, больно. Но ничего, того требует. Теперь наше воздействие. Если мы хотим воздействовать на бедро, бедренное сочинение, то мы ногу держим вертикально прямо. И давим чуть-чуть на себя, вот туда, к себе. Бедро вставляем. Если бедро вышло прямо, у этого тоже как раз сложен случай. Шабим уже в бедро кости, да, он заехал прямо за эту точку, может, назад заехать, где-нибудь нужно, либо вперед. Это вообще-то очень сложно. Вперед нацепился. Тогда прямо нужно будет обойти и сделать такой достаточно резкий удар. То есть вот мы с этой косточки, вот там вот так-то идет, да? Держи, помогу. Она идет вот так, да? Воздушно, пусть, да. Шаберцы выехал вот сюда. Надо разведуться в обратную сторону и вот туда вправить. То есть мы ногу разворачиваем на себя и вот туда мы будем его вправлять. Расшатали и в него. Если нам надо на... То, что мы сейчас пальчиками расшатываем, гребень подвздошен, почти, да, вблесток, в соединении с крестцом, тогда ногу чуть-чуть на него... Открыли. Да. Да, открыли его, да, в соединении. И даем, ну, мы умом представляем, что мы даем именно на гребень. Нет, задний, задний, задний. Стол, мы даем в стол. Все. В стол, заднюю кость гребня подвздошной кости. Вот мы на нее еще даем. С машин до ворота можно с таким... То есть, вот так было бедро, вот так вот гребень. А теперь, если еще чуть-чуть повыше, мы сделаем, мы теперь вот соясничное сочинение. Это теперь расшатся вот эти мышцы между позвонками и гребнем. Вот тут коротенькие, да, эти. То есть, чуть-чуть угол поменяли. Теперь вот... И для себя, да? У него стол с небольшим поворотом, с таким... Здесь движения все такие маленькие, да? Получается, как мы во всем разные, в разные движения, вот идем, да, как британский флаг, но все они там короткие короткие. Да, вот такие короткие. Ты почувствовал, что сейчас было одно в другое место воздействия, да? Вот где поясница. Так, теперь мы достаточно, в принципе, расшатали бедро, да, и можем его повыдергивать. Значит, каким способом? Первое, это вот расшатываем бедро, внутрь, во внешнюю часть и выдергиваем защиповку достаточно резко. Держим вот тут плотно. Второй способ, вот где груши... Вот эти вот мышцы, да, между тазом, и бедром. Вот их нужно найти. Чтобы их найти, мы ставим ногой свою стопу на ребро. Таза вода, да. Да, таза вода, да, отсюда лично гости, вот это вот. Там как раз и грушевидно, мышцы рядом тоже идут. Вот ставлю на ребро ногу. Его бедро через мою ногу вот проворачивается. Немножко приподнимаем. Перекатывается, да? Перекатывается, да. Ну, можно любую ногу, хоть седлевую, хоть правую поставить. Вот это пофигенно, я вижу. Растянули теперь. Вот пара-код. Да, движение, кстати, очень прикольно. Там прям чувствуется, как они вот там. Мышцы начинают растягиваться. Так. По 45 градусов, ротация. Ну, кстати, ладно, мы будем сбивать вперед. Значит, под 45 градусов у нас идет флексия, да? По 45 градусов ротация и по 45 градусов у нас подъем вверх. То есть везде 45 градусов. Вот тут нога стопа прямая, растянули. И такое хлесткое волнообразное движение на себя. Теперь ножи сгибаем. И, ну, есть два приема. Вот прям полегче, это те, у кого мышцы такие свои, собственно, крепкие, да? Мы вытаскиваем бедро, вытягиваем вверх и еще берцовую кость тоже растягиваем. У кого не хватает мышц плеча, да, можно зажать ногу между своими ногами, а его за берцовую кость не держим. Уже за берцовую кость. Раскачали и дернули. Да, подвинься, этот сполос уже чуть туда. Это так не сильно. Теперь смотрите. У многих людей, вот они ходят, у них укорочено вот эти мышцы, да? И бедро подворачивается вперед. Бедро вот так. Они даже, мы заметили, иногда прихрамываются. Укорощение этих мышц идет, да? Значит, нам надо проверить, откуда оно идет украшение. Часто у нас против ягодичных мышц, синергичные мышцы находятся где? Они находятся внутри, в брюшине. Это от пяти... От стужки пояснишь? Да, подвздошно-поясничные мышцы, правильно. От пяти позвонков и даже от этого 12-11 позвонка грудного идут мышцы, выстилают дно подвздошно-пости, соединяются с другими мышцами. И они, они часто за подъем ноги, доведение в сторону. То есть, вот так вот и вот так. Поэтому мы до них долазим, но это, честно говоря, надо сделать очень аккуратно, потому что работаем через живот. Живот не всегда спускает, то есть, мы туда входим. Сейчас вот я не буду просто вам показывать, потому что это долго. Куда можно подойти поближе посмотреть? Надо пройти мимо почки, толсток кишечника войти. За эту женщину войти, яичники мимо. Поддыхай. Больно? Немножко не дошел. И за счет движения руки, ноги ввели, его ноги. Вот мы расшатываем эти мышцы, тянем их, задеваем. И снимаем с них напряжение. Когда напряжение сняли, можно положить ногу. Вот так вот. У здорового человека она почти касается стола. Ну, там чуть-чуть небольшой наклон. У совсем здоровых людей, гибких, может даже ногу положить на другую ногу. Ну, это у меня не получается, значит, возьмем вот так вот. Теперь, если там было напряжение, она может остаться здесь. Вот можно проверить паху мышцы, если болит. И под ним вот эту мышцу, как она называется? Пластины? Пластины? Нет, это длиннейшие мышцы, приводящие мышцы. Да, вот так приводящие. Чуть промять их. И теперь, ну, смотрите, расшатываем здесь за бедро. Да, это он коленку. Да, здесь за коленку. Расшатываем как лодочка сначала, да. Потом одновременно ищем, опять умозрительно, на что бы наводиться. Либо на крестцово-поддошь, а с сожалению, либо на бедро. Ну, одно и то же движение, да, только может быть хруст в разном месте. Либо сразу в двух местах. Одним ударом, друг зацем, уйдем. Расшатываем, Расшатываем. Нашли и... Так, ну ты напрягся, ничего страшного, мы конкретно не делаем. Просто демонстрируем. Ну, далее вот нам надо... Расшатать сами крестцово-поддушечные сочинения. Тут нам подушку, кстати, не нужна. Когда я работаю с животом, укладываем обязательно под ноги подушку. Причем, чем выше, тем лучше. Я иногда раз поставлю две подушки тут на друга, чтобы полностью расслабились мышцы живота. Сейчас нам они не нужны, а сейчас раздействуем немножко на другое. Так, упираемся в стопу с обеих сторон. С обеих сторон. Правая болеть. Если что, трава, вот это, да? Нет. А вот это? Я просто давлю. Ничего? Вот мы даем по учебе. Расшатываем крестцово-поддушечные сочинения с вибрацией. И укорачиваем вот эти вот мышцы, передние. Потому что теперь вытягиваемся на себя. Здесь мы чуть поднимаем. Примерно 45 градусов. Коже-сенция. Коже-сенция, да? Да. Надо так сказать. Да, да. Либо через процесс хаотичного потягивания. Легкие покачивающие движения. Поясничка тянется. Вот это нахладеется. Чем выше, тем лучше на поясницу. Если не хватает у вас силу рук держать, да? То можно прямо зажать подмышки. Вот так вот. И протянуть на себя. Лучше, кстати. Лучше, да? Ну и кожа не тянет. Да, и кожа. Всем получается тело тянет. Тянет у нас не поворачивайся. Давай, лучше немножко стол поднимем и чуть-чуть туда вознимем. Сюда туда, еще, еще, еще. Все, да. Да. Можно еще поднять с одной ноги в коленках. Вот так. Можно еще встать вот так вот. Вот так вот поясничку потянули. Покрутили. Расслабили. Ноги складываем. Извини, я выложу. Вызыв. Расшатали. И, особенно, если одна нога короче другой. Делаем такой прием. Ну, допустим, у нас вот эта нога короче, да? Нам надо ее вытянуть. Относительно этой ноги. Из-за чего происходит укорочение? Из-за того, что... Перекос таза. Да, перекос таза прошел. Как правило, ну, он может перекос таза будет как? Либо, вот эта костица развернулась вот сюда. Видите, сразу бедро пошло вперед. Либо она развернулась вниз, но вышла назад вот эта часть. Тогда бедро пошли назад, и сюда развернулось. Ну, то правило первого ряда, да? Соответственно, таз какой у нас ушел вперед? Вот этот. Да, то есть, значит, здесь мы будем давить. Ну, сейчас еще раз продемонстрирую. Вот кости таза, да? Вот это крестец сзади. Таз вот так вот входит. Если у него есть ноги растут, да? Вот он чуть сместился, нога поднялась вверх. То есть, вот эта поднялась вверх. Значит, нам надо эту ногу опустить вниз. Дарим бедро в ту сторону. А здесь в таз мягко дарим к лицу по лжей стороне. Ну, вот уже всеми способами. Расшатали, растянули, да? Теперь конкретно будем вытягивать ногу. Эту ногу упираем себе в бедро. Ну, точнее, в подвздошную кость. Нужно прямая, которая короткая, да? Которая длинная. А эту ногу берем за стопу. Стопа больная. Раз, другую ногу, да? Будем беречься наши клиенты за другую ногу. Эта нога прямая. Она у нас была длинная. Эта короткая. Берем за стопу. И вытягиваем на себя. С вращением. С легким вращением, да? Таким образом, бедром уходит. Тут, в принципе, видно, что растягивается здесь. Прям слышно здесь. В-трех сочленений у них и здесь. Даже пощелкивает. Слышно? Видно? Чувствуешь, как тянется? У них там бедро прям так вот входит. Даже пощелки. Вот там стопы. Да, и бедре тоже. Вот. После всех растяжений опять берем и делаем накуслабить. Слаб-слаб-слаб. Ну, где-то за коленку держишь. Вот, расслабили. И преднапряжение сделаю. И волну. Теперь ставим пятку. Ну, как правило, у длинной ноги пятка проворачивается. Значит, берем за пятку. А это руку держим всю голень. Вот, прислонив мимо коленки, чтобы коленки не удавливать, своим локтем. То есть, вот, с этой стороны вот мы. За мягкое место. Не чтобы не кость на кость давила. Да, да, да. Получается, вот, за мягкое место. Мы держим всю голень. И относительно нее... Сейчас, говорю. Раскручиваем, раскручиваем. И... Правильно. Можно держать стопу. Не понадобится наносительно стопой. Так. Ну вот, все. Вроде все. В этом ролике мы рассказали, как можно подробнее, про работу с костями и суставами ног спереди, да. А в следующем видеоролике мы расскажем еще кое-что интересное. С вами был Олег Аллафгудвин. Подписывайтесь на мой канал Академии Интересно-Ориентированных Практик. Ставьте нам лайки. И до новых встреч. Увидимся на тренинге, дорогие друзья. Пока-пока.